So what is happiness for you? На эту мыльничку я снимал и свои первые видеоматериалы Как видим, уже из самого видео Здесь даже фокус как-то нельзя Что оно так? Ну вот такой результат дает мыльничка Поэтому все материалы получаются вот такими Для того, чтобы снимать качественное видео Нужно, естественно, потратиться немножко на качественную аппаратуру Немножко расскажу об истории, как я покупал вот эту камеру Вообще я шел в магазин техники с четким намерением Я хотел брать Nikon Но продавец в магазине мне сделал предложение такое От которого я, как видите, не смог отказаться Эта камера продавалась по акции К ней еще прилагался планшет Но я сразу отказался относительно техники Вот то, что вы видите, это Samsung NX20 Но когда она мне предложила взять ее в руки Я здесь увидел одно такое неиспоримое преимущество Что у нее есть вот такой девайсик Экранчик, который оборачивается В разные стороны И вот можно даже сделать так Что штатив можно поднять высоко над головой И снизу можно увидеть то, что мы снимаем То, что попадает в кадр Я отправился домой В интернете пересмотрел все параметры Относительно вот этой камеры Относительно Nikon Но вот этот экранчик Сделал Решение в пользу все-таки вот этого Samsung Вообще камера я абсолютно доволен Не жалею ни одной минуты И вот именно для видеоблогера Не всегда есть возможность иметь там оператора Или чтобы оператора было правильно поставлены руки Чтобы он все снимал то, что нам нужно Часто приходится просто самому снимать Самому ставить на штативе и снимать И вот это позволяет нам ставить камеру вот таким вот образом Поворачиваем этот экран Мы на этом экране будем видеть все, что происходит Все, что происходит в кадре Так, здесь Вот сейчас покажу наш кодек Вот Samsung NEX20 Это фактически цифровик Цифровик, но с функциями как бы зеркального аппарата Фотокамеры С всеми возможными там прибамбасами Съемки, фильтрами и всем остальным В принципе Здесь есть все То, что необходимо для съемки видеоматериалов Есть там для башмака Вот такая здесь предусмотрена вспышка Которая открывается, закрывается Довольно таки, что нужно отметить Вообще Относительно Самое устройство камеры Очень удобно Здесь вот все кнопочки Находятся просто под рукой Вот можно менять параметры съемки Находится все удобно То есть держа ее в одной руке Можно иметь доступ Ко всем функциям Которые нам будут необходимы В процессе съемки Делать там любые настройки И очень все удобно Вот Не зря я поставил вот эти все материалы Сразу дам такой совет Если покупать камеру То это все нужно будет брать в комплекте Потому что Хорошая камера без штатива Это то же самое, что чемодан без ручки То есть штатив Это не отменный атрибут Что с ней Который нам будет нужен И еще нужно Сказать относительно самих штативов Мне не советую покупать Какие-то дешевые там штативы Этот штатив у меня Больше я его использую Как стационарный Для того, когда Этот рабочий постоянно должен быть свободным Когда нужно поставить камеру Какое-то длительное время Снимать К примеру Как растет там вешенка Или еще что-то То можно использовать Вот этот штатив Он раздвигается Довольно-таки высокий Там где-то полтора метра У него высоты Этот поднимается на два метра У него есть вот такие вот Хорошая такая функция Кроме основной высоты Он еще может подниматься На значительное Еще тут дополнительно Можно поднять И таким образом Снимать на уровне лица Когда это необходимо Обязательно взять хорошую сумку Для этой всей техники Куда помещаются зарядные Здесь помещается камера Здесь мыльничка Здесь зарядные там Для батарейки И все, что необходимо Для работы Видеооператора Что хотелось бы еще отметить Относительно вот именно Вот этого Самсунга Множество здесь есть функций Как в любом современном В современной любой камере Вот Мне очень нравится здесь Одна функция Фокусировки Здесь вот есть такая кнопочка Все находится То, что я говорю Под рукой Очень легко Вот сейчас мы переключаемся В ручной режим Одним движением руки И вот то, что мне нравится Видите Для того, чтобы Сейчас вот возьмем ближе Если оно будет Вот эта функция Позволяет нам Делать точную фокусировку Вот Вот то, что мы сейчас будем снимать И сейчас Для чего вот эта функция Если мы Например, хотим снять Именно вот Резко попасть на Вот мицели Который находится На переднем плане Значит, мы будем фокусировать Камеру на Вот в это место И можно очень точно Сделать фокусировку Ну, эта мыльничка Кодек Она не позволяет нам Четко вот это снять Но понимаете, что Это все происходит Вот мы четко выбираем Именно передний план Таким образом Что это позволяет Нам позволяет Выбирать глубину съемки В расстоянии Там в 10 сантиметров Если сейчас мы будем Снимать, например Вот инкубатор Здесь мы будем фокусировать Уже непосредственно на нем И резкость будем выводить На самом инкубаторе Если мы будем снимать Это все на фоне Ну и, например Будем снимать более Там какой-то задний план Например, ту картинку Что там стоит Здесь опять же Мы будем фокусировать Кадр именно на этой картинке И в фокус мы возьмем Четко резкость Именно Самой картинки Ну, этот кодек Не позволяет Точно отобразить То, что я Рассказываю Но, поверьте мне На слово Что эта камера Все это делает Вот, довольно-таки Значительный Здесь есть зум На увеличение Вот, попробуем Еще раз Тут что-то Сфокусировать Кадр у нас Ничего не попадает Вот, что Ну и, естественно Как В зеркальном фотоаппарате Есть здесь Вот такой вот Объективчик Он очень удобно Активируется Если Мы смотрим На вот этот экран То Этот объектив Отключается Но, если мы Будем снимать Через этот объектив То Здесь, опять же Таки Все те же функции Даже функции Настройки Они все будут доступны Тоже в этом режиме То есть Одной рукой Мы можем Вот, вывести функции На этот экран И тоже все Корректировать Когда нам это Необходимо Ну и Относительно Самих Вот этих Параметров Которые здесь есть Кто имел Кто работал С любой Более-менее Такой профессиональной Камерой То он знает Что есть Для чего Здесь Нужно Есть даже Кнопки Которые Я уже пользуюсь Почти год Вы знаете Есть такие кнопки Даже честно говоря Я даже сам не знаю Для чего Они здесь Нужны Относительно Функции Я не буду на этом Останавливаться Потому что Это очень Такая длинная история Но скажу Поймете Сейчас о чем Я хочу сказать Я Пользовался Этим фотоаппаратом Предварительно После покупки Я прочитал Всю инструкцию Все что можно было О нем прочитать И где-то Попользовался Уже полгода И я второй раз Взял инструкцию Я для себя Открыл целый мир Целый космос Функций И возможностей Которые может Делать эта камера Это относительно Настройки К сожалению Этим кодеком Не могу сделать А сам самсунг Самсунгом Снять тоже не могу Вот Он может давать Вот такую сетку Которая очень важна Если нам нужна Точная съемка Мы снимаем Покадрово Какой-то Длительный материал И хотим Сделать там Покадровую съемку Роста грибов Или роста мицелия То есть Очень такие Хорошие функции Из недостатков Если говорить Уже Я только так Все о достоинствах О недостатках Чтобы сказать Честно говоря Мне даже трудно Что-то Такое Определить Здесь Какие-то недостатки Единственное Вот Единственное Что в нем Отсутствует Это Такая функция Которая По-моему Присутствует Сейчас в Никонах Когда можно Программировать Съемку Вот опять же Для длительной Покадровой съемки Можно запрограммировать Так что Камера будет делать Например Один снимок Каждые Там 30 минут Или каждый час Или через каждые 6 часов Это можно все Запрограммировать Поставить камеру На штатив И она сама Будет отснимать Материал Без нашего Участия К сожалению Вот Эта функция В этой камере Отсутствует Это можно сказать Одним из таких Ну главнейших И можно сказать Единственных Недостатков Которые есть В этой камере А все остальное Абсолютно Отлично Я очень Доволен По качеству Самих роликов Можете видеть У меня Множество этих Роликов отснято Единственное Там возможно Что то со светом Не всегда Складывается Но это все Дело в том Что я снимаю Обычно все ролики Снимаю сам И снимаю И в процессе работы И все таки Работа В более так Важный момент Который меня Интересует То и не всегда Я там уже Заморачиваюсь Так уже Над качеством света И всего остального А Ну Во всех остальных Случаях Камера абсолютно Устраивает И мне Вообще Очень нравится Вот это Такое Устройство Вот здесь Вот видите Красная кнопочка И обычная кнопка Спуска Вот эта кнопка Позволяет нам Делать обыкновенную Съемку фотографий Если нам Срочно необходимо Например Снять видео Мы нажимаем Вот эту кнопку И начинаем Снимать видео Но в тех параметрах Которые мы установили Для съемки фотографий То есть Бесконечная Возможность Настройки Любых Способов Любых съемок Я делал Вообще Там уникальные Разного рода Фотографии У меня есть Там два тест драйва Есть макросъемка Когда я снимал Улиток И есть Съемка На природе Вечернее время Когда снимал Там при закате На большом расстоянии При увеличении И так дальше Это все можно Посмотреть Ну и оценить Настолько Насколько Вам будет подходить Вот такая Такой вот Девайс Ну и В принципе Все что хотел Об этом рассказать В общем Камера Очень хорошая И Не буду я Претендовать На то что Она самая лучшая В мире Или обязательно Все покупайте Вот именно Вот такие камеры Это за год Прошло Сейчас техника Так меняется Что возможно Даже Эта же самая Модель Или модель Вот именно Самсунга Там Может 21 Появился Или 30 Там будет еще Добавлено Какие-то Прибамбасы На данное время И скорее всего Что так оно и есть Но На ответ Вот Николая Я Дал ответ На вопрос Николая Вот Рассказать о том Какой техникой С какой техникой Я работаю Вот Материал этот Я отснял Об этой камере Если какие-то Вопросы Пиши Дополнительно Что-то будет Интересовать Какие-то нюансы Которые я упустил То я с большим удовольствием На них отвечу Которые я упустил Которые я упустил